так заходим в музей потому что они признались что часть конструкции их ну надо теперь установить кто выставлял как работают они до открыт ежедневно значит рабочие часы можно заходить всем все значит всем может заходить мгд б к российский сразу снимают блогер екатерина так все переписал значит спектр ночь сейчас что дальше какие действия будут совершены так занят пока инспектор переписал название организации сейчас посмотрю есть у меня планки обвести сейчас же этот начальник службы безопасности вроде подъедет он сказал пока его нету пока нет что спросить да согласен пока что не установлено лицо будем возбуждать административное определение осталось все вопрос нет закона всех четко так ну ждем начальник службы безопасности а пока инспектор будет возбуждать дело административного правонарушения а вот смотрите какой-то непонятно что-то работа работы а конус зачем поставил в тень просто да что-то может узнать не пришел этот начальник службы что-то уже полчаса прошло вроде часового нет непонятно что происходит сейчас будем еще звонить они зашел начале службы безопасности еще о какие культурные отворачиваться сразу как будто не к ним здравствуйте они вы случайно конус поставили не могли бы убрать пожалуйста нельзя этого делать просто там знак есть аварийной остановки для этих целей а конус нельзя знак есть аварийной остановки ну если аварийную остановку сделали специальный знак все спасибо до свидания здравствуйте а вы комитет благоустройства да там надо просто еще забора забрать этого я вас дпс же вызывал правильно инспектор ограждение тоже фланда давайте вот это тоже блоком говорили да правильно газель просто нужно мы можем принц помочь донести чтобы ему не крутится а у нож задним ходом вот сюда чуть-чуть сдать дпс машине вот если там ему попросить а мы донесем мы поможем тот проблем нет хорошо комитет благоустройства подъехал сейчас заберем так что комитет вроде подъехал благоустройство он газель стоит а ну да пойдем посмотрим вот мы их тоже убрали с про счастья вот забор вот эти вот эти тоже нужно собрать поднести их поближе да вот сюда он задним ходом сдаст отлично ну чё ребят поднесем сюда поближе к инспектору конструкция он сдаст задним ходом и закинем их туда да приехал газель вот девушка тоже мастер ну отлично отлично несем газель выбрасывать хлам и блок наливной тоже как раз нужно тоже забрать он объедет задним ходом не захотел ну тут он не нарушал правила может задним ходом сдать принципе тут нет нарушений ну хорошо да здесь поставить на тротуаре вот рядом с дпс машин чуть дальше вот вот здесь ага отлично все забрали да отлично это вопрос решим сейчас блок заберем конструкции заберем и поедем сдавать находки наши отдел полиции отдел полиции а вот еще смотрите дпс приехали не пристегнуты почему-то инспектор пристегнут все четко я понял отлично так ну щас ждем мы будем погружать газель да класс молодцы приятно служить да ну да современно все четко четко добрый день здравствуйте заявитель полиции по поводу конструкций я вызывали да да вот эти вот конструкции да да эти хорошо 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 они где конкретно находились значит две стояли около вот там где парковка знак вот знак п на той стороне на левой а две стояли вот где знак 327 именно на проезжей части с одной и с другой стороны зафиксирован все есть можно видео показать можно видео показать а вот комбинат благоустройства едет этого и так как вас зовут алексей меня зовут я командир взвода и вот это центрального района капитан капитан и альбертович да и фамилию просто не расслышать лим фамилия лим лим альбертович сейчас инспектор возбудит дело об административном правонарушении соответственно нам нужно будет видео ваше которое вы снимали соответственно предоставим да предоставьте пожалуйста вот с вас коротенькое объяснение где когда что и все вопросы все в рамках закона вопросы есть ко мне? нет спасибо большое разрешите только значок ваш и дезинфиксировать 78-21-13 спасибо вам большое все четко все в рамках закона объяснение дам и отдел полиции предоставлю лучше на Маяковского не в отдел полиции а лучше к нам в отдел ГИБДД Маяковского без вопросов там будет кто то на месте вам сейчас все инспектор объяснить где куда какой кабинет часы приема просто я сегодня готов я сегодня готов да день понедельник с 15 прием а с 15 можно отлично так помочь помочь а у вас там у вас там все забито да а вот как да да надо контейнер продвинуть согласен хорошо поставить да согласен вот так вот инспектор работает здорово я думаю и сегодня отреагировали быстро все хорошо все по закону может быть гражданские гражданские гражданскими лицами но я не мог нарушить присягу и не мог пресечь их действия потому что я присягал народу и одежда служить и защищать да гражданские унесли военных гражданские отобрали БТР угнали кашу съели ломились двери неудачный день конечно неудачный сегодня день да ну ладно все нормально все ладно в рамках закона да вот да это вот как раз поправлять буду сейчас вот так много ходит вот этих вот сотрудников вообще здесь постоянно наводит порядок здрасте сейчас подвинут контейнер и будут соответственно загружать да а вы можете вот эти вот шутки мы сейчас изыменем протоколом изъятия и отвезти их на майкосква 30 можно вывезти потому что это как вещдоп получается сейчас изымен протоколом изъятия орудие совершения административного правонарушения Все четко А некоторые инспектора почему-то странно Вот то ли не владеет информацией Говорит, не имеем права изымать Это как? То есть орудие административного правонарушения Они не имеют права изымать Пусть дальше стоит, нарушает Я за всех не буду говорить? Да, да, конкретно за себя Будет четко, абсолютно И я самого требую, они не понимают Все изымают много раз И постоянно как бы это делается Он говорит, нет, я что-то не знаю Ответственно позвоните хотя бы Алексей Отойди, пожалуйста Отправишь часть, не с тротуара Хотя похоже на тротуар, да? Хорошо, все, понял Без вопросов А, что? А я не знаю Я не знаю, кто это Так, все Да, все, можно Можно грузить? Конечно А? А что вы собираетесь грузить? Да это не у него спрашивают Можно, давайте загружать Полицейские уже сказали Полицейские, можно грузить? Да Значит, сейчас А то какие-то тут люди непонятные Ходят вроде Аккуратненько, как ребят Приятный командир взвода И ВДД Центрального района Так, а куда вы собираетесь грузить наши Мы сейчас Значит, протоколом изъятия изымаются Вещественные доказательства По делу об административном Право нарушении Возбуждается дело И заявители Соответственно, которые по службе 0.2 В 112 обратились Сообщением о нарушении правил дорожного движения А в чем нарушатся правил дорожного движения? Посторонние предметы стояли на проезжей части В каком месте? Вот там, где знак П Я уже показал Это нарушение административного движения Естественно Наставление посторонних предметов на проезжей части Скажите, пожалуйста А вот то, что вопреки вот этих вот дорожных знаков Здесь у нас стоят бесхозно брошенные автомобили Не является нарушением административного? А почему вы в нем меры не принимаетесь? Сейчас преми меры Очень хорошо А то, получается, вы привязывались вот к этим маленьким барабетам Я ни к чему не привязывался А кто? Он выполняет свою службу, товарищи А кто? Я заявитель Как это? Алексей, меня зовут А вас? Я зовут Евгений Викторович Евгений Викторович, а вы кто? Из имен протокола Я должен вообще-то получить протокол Протокол из детства? Протокол из детства? Если это их, то сразу можно привлечь к ответственности, товарищи Сейчас мы, значит, соответственно Соответственно, вам выдадим копию тогда протокола изъятия Что, значит, вы как должностное лицо Скажите, пожалуйста, у меня вопрос У нас, допустим, сейчас будет заезжать крупногабаритное транспортное средство Будет доставлять определенные предметы выставочного оборудования Вот эти ограждения используют для того, чтобы, значит, на перевод заезда автомашин Обозначить охотную зону Как мы это будем делать без ограждения? Вы не имеете права их выставлять на проезжей части Для этого есть, если вам мешают автомобили, которые 5 метров не выполняют требования Правил дорожного движения Для этого есть инспектор ДПС, который вызывается и привлекает к ответственности Либо эвакуирует Вот и все Вот они здесь Да, которые мешают Вы также обращение направляете и все, как и мы Я обращение написал, я записывал тоже Ну а почему они не реагируют? Все правильно, нарушение правил дорожного движения Знак 327 Я вам больше скажу Не все нарушают, до знака П нарушают правила дорожного движения Не беспокоит вот это хозяйство не с точки зрения вот этих вот ограждений А с точки зрения безопасности музея Потому что, не дай Бог, какая-то ситуация штатная Значит, вот сюда уже не может подъехать ни пожарная машина, ни скорая помощь А более того, значит, вот эти вот машины Сгромождают люки, где находятся пожарные гидранты Знаешь, в чем дело? Поэтому знак 327 и поставили, наверное Так точно И наше обращение было в ГИБДД неоднократное Они делают здесь рейды, но эпизодично Не на постоянной основе А вот то, что в наше ограждение забирается Нам это с ними будет без них сложно работать Сейчас приедет габарит, значит, я должен буду выходить руками махать Пока да, пока так Либо инспектор вот здесь стоит, смотрите, два целых Эвакуаторы потребуют и все эти машины заберут Они сейчас эвакуируют в наше ограждение вместо того, чтобы... Нет, почему? Вы обращение направили, он при мне вызвал инспектора ДПС В зоне знака 327 стоит Я слышал Мы с вами на одной стороне Я за Я за, чтобы не нарушались правила дорожного движения никак Я тоже за Поэтому вот эти машины, да, подлежат всей эвакуации Согласен А вот инспектор, по-моему, на Маяковской 15 будет урезан Товарищ инспектор, а вот смотрите, вот здесь в данном случае нашелся собственник Может быть протокол уже стоит Он представитель Представитель, да Может быть протокол, может быть он знает, кто выставлял Или на юридическое лицо тогда, если он не скажет физическое лицо На должностное лицо На должностное И установлено 25 тысяч Для этого мы возбуждаем дело об административном правонарушении А вот И, соответственно, есть компетентные люди Дорнадзор Дорнадзор, абсолютно верно А вот, которые будут рассматривать данное дело Будут вы... Расследовать, выявлять Право административное расследование Согласен Выносить процессуальное решение А может быть на месте удастся установить, товарищ инспектор? С помощью опроса? Если есть, конечно Вот смотрите, вот пока здесь начальник службы безопасности Может скажет он? Не выставлял, он никогда не знает А может он скажет Может быть он скажет Если нет, то тогда расследуем А вдруг он признается? Пока здесь можно обратиться и спросить Всякое может быть Знаете, сколько случаев было? Когда люди говорят Да, все Знаем, кто Вот у меня выставлял лицо Пишите на него, все Сейчас секунду Вот сейчас Да, да, все Вопрос нет Там целый взвод идет Ну, просто если это полный Понимаете? Да, прежде всего Они сами по себе Так что да Вот эти автомобили Неправомерно стоят Совершенно правильно Знак 327 Это специально сделано, чтобы театр не останавливались В музее Цель и безопасность Наверное, может еще в каких целях Не знаю Цель и безопасность Поэтому знаки установлены Вот они У вас есть кто? Ну, то есть Кому-то давали поручение такое Выставить вот эти Ребята О, молодец какой Мужик настоящий Ничего себе Ребята Габарит Настоящий мужчина Мы видим перед нами Как начальник Он понес ответственность Это вообще просто Уважаю Мужчина Настоящий Спасибо вам Что не стали Как подлец Вести себя Как трус И говорить Это не мы Это не наше Это не я Это там Водитель бродит Иди с ним поговорю Вот он ходит Возле своей машины Да, вот инспектор Давайте Раз 10 инспектора Давайте В нему обратимся Ну, видите как По мужке поступил Совершенно На Михайловске Еще заедете Все убрали Убрали Все уже Посмотрим Вы заедете Теперь вы заедете Только что оттуда Ничего нет Все чисто, да И здесь, смотрите У музея Здесь стояли Все убрали И там И там стояли Вон там И на итальянской Где МТС стояли Все, все убрано Сегодня Мое требование Убрать Вот эти посторонние предметы С проезжей части Вообще с дороги С тротуара С проезжей части Вот, все К себе На склад Там, куда убрешь Так, то есть Установили, что Две конструкции Мы отдаем И материал Поэтому пишем Протокол, да Он признал Все Все, они забирают Нет, это не ваши Вот эти ваши Вот ваши Ой, извините Все, то есть Они признались Законно Забирают свои конструкции И будет составлен материал А вот это Это армия Не, не, не Это ничьи Они в итоге не признались Они не признались Они сначала сказали Наши А потом, когда приехал инспектор Они ушли Так, ну все Административное правонарушение Получается Раз признался Ну все Так Нет, давай Изымем Отпустим Машинку УДП Да, правильно Наливное Отразление Забираем Наливное Тоже Так, я пошел за паспортом Товарищ капитан Товарищ капитан Сейчас он разговаривает просто А, пропускает он Видите как Инвалида Смотрите, что сделает Инспектор Инвалиду помогает Перейти Посмотрите, друзья Круто Ничего не скажешь Так Все Грузят Комначальник службы безопасности Обращался Товарищ спектр Вы не услышали Он говорит Идти мне за паспортом Вон он Да, да, конечно Я же ему сказал А, все Атон Комбрич Все Загружаем Газель И Будет изъято Как орудие Совершение Административного Правонарушения Ну что Мы наблюдаем Четкую работу ДПС Абсолютно Слаженную И Вообще Законную Полностью То есть Идеальная работа ДПС Вообще Вообще Ни одного вопроса Нет Даже Даже малейшей Претензии Нет Никакой Представляете Круто До свидания Всего хорошего Сейчас соответственно Будет Привлечем Ответствующих Составлен будет Протокол А на место Сейчас сюда вызвал Еще один экипаж Который 3.27 Все Отлично Отлично Есть ко мне Нет Спасибо вам огромное У меня один вопрос С прошедшим днем ГИБДД Слушайте Вопрос такой Наряда же есть Все Увозят Увозят Конструкции Повезли на Маяковского 15 Увезли в 76 Вы уже написали там Еще нет Сейчас поедем писать Напишите Материал К нам поступит Ну да По 12.33 мы напишем Наряды отправляете На патруль Да конечно Давайте меня Давайте меня Без вопроса Что нужно А я не могу быть Ребят Кто двумя понятыми Сможет быть Там надо просто Изъято Протокол изъятия Составляется понятым Ну там Со слов достаточно Пожалуйста Ну сейчас инспектора Освободятся И перейдут Так уносит Да к себе Так Выдвинул требования Сотрудник полиции Больше не выставлять Данные конструкции И сейчас придет А вот блок изъяли Блок проморгал Блок изъяли Тоже Вот он Наливной блок Забрали Все хорошо То есть Все очистили полностью Да 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 Сам Еще там Ответственно отработал Четко Дал указания Да Все идеально И поехал Вот так Должны работать Полицейские Так Начальник службы безопасности Пришел Наверное С паспортом Во Все Конструкции Модали Правомерно Все четко Будет составлен Материал По 12.33 На должностное лицо Вам нужно подойти У вас была заявка Здравствуйте Я делал заявку Товарищи Можете пожалуйста Представиться А то я не слышу Я участковая полномоченность Старший динатурец Керефов Керефов Мухаммед Станиславович А имя отчество Мухаммед Станиславович Мухаммед Станиславович А очень приятно Спасибо большое Немножко не расслышал Да Так Так Керефов Мухаммед Станиславович Спасибо большое Нагрудный Сейчас разрешите 0.11 6.17 Товарищи Вот я вызывал Обращался Ну точнее Через ППС Можно сказать Они вызвали Я просто Обращение направил Они вызвали вас Можно С вами пройти Вот просто показать Я Вот здесь Это рядом находится Олег Я что зафиксирую Что Значит Смотрите Товарищи Вот находится Парковка какая-то Вот здесь Огражденная Там шлагбаум И взимается плата Я попросил Просто Хотел припарковать Сюда автомобиль Попросил Значит документ На основании которого Они взимают плату Ну то есть Разрешение Администрации Или какой-нибудь такой Документ Ну что-то вроде Проустанавливающий Да У вас не про конуса Были заявки Про конуса Инспекторы Отреагировали Уже все Вопрос решен Да Вопрос решен Там составили материал Нашли виновных лиц То есть Инспекторы Все хорошо Да Я не знаю сейчас Писать Да Все вопрос Так что По этой парковке Остались Осталось разобраться И все Да Я на месте Может быть законно Просто не знаю На самом деле По конусам Все ДПС Да Все разобрать Да Сотрудники ДПС Не могу точно сказать Что конкретно Можете уточнить Можете уточнить У инспектора Сорежись пожалуйста Извежная часть Из ДПС И они тебе подскажут Что Составили материал И изъяли часть Вот такой ДПС Да По нашему району БДТ 3177 Номера Ну тем более У меня обращений По этому факту нет Я вот заявляю Как бы официально На инженерные 3 Инженерные 3 Ну наши С Маяковского 37 Ну да По конусам Вопрос решен Здесь сейчас Настоящий момент Персонин Просит меня Проверить На устанавливающий Документ На парковку Напротив Ухода В здание В университет Здесь В университет Напротив Русского музея Который Отзвонись Сам пожалуйста Я здесь Еще отрабатываю Ну понятно Только я В настоящий момент Еще работаю Пускай ты ему Пока разъясни А потом А потом Я еще Что запомню В контексте Ты Созвонись Пожалуйста С дежурной частью ДИПТД Они тебе подскажут Какое решение ДИПТД Давай Пройдемте Да Конечно Просто Если бы они мне Все показали Я бы тогда Не вызывал Полицию Отказались Молча Все Понятно Реагируют Хотя Должны документы У них быть По первым требованиям Представлю Насколько я помню Это Парковка Это уже давно Разбирались Да Работает Нет Работает Давно И как бы Я не в курсе Конкретно За правоустанавливающий Документ Ну а может Незаконно Работает Давно Такое же Тоже может быть В центре города Так незаконно Это слишком Нагло Мне кажется Ну чтобы я знал На будущее Что платить Если я буду То закон И как бы А там они чек предоставляют Он спрашивает Говорят да Чек сказали да На чеке У них нет Я чек не видел Копию Ни образца Тоже не видел Ну потому что Наверное Там уголка потребителей Еще нет К тому же То есть Негде посмотреть И Правоустанавливающих Документов нет Если у них Здесь все Как бы С Правоустанавливающей Документацией Все в порядке Я в том плане Что они допустим Законно Здесь Ну диетически Пока что Говорят Находятся То в плане Отсутствие Уголка потребителя Вам нужно В Роспотребнадзор Согласен Но вы же можете Как бы Зафиксировать То что его нету И Соответственно Тоже передать Мы фиксируем Вашу заявку Да И Это все Отражается в нашей Но мы не передаем Конкретно Вот такие вот вещи В Роспотребнадзор Не передаем Вы сами Обращаться Должны Понимаете Да Это Пому Согласен Вопрос Нет Здравствуйте Мадоча Здравствуйте Всем за всем Я делаю Полиция Участливая Мощная Телеф Умельемая Вот Гражданин Заяв Что у вас Здесь Пальсопарковочное Место И Хотелось бы Уточнить документы Ну Вот Информация Для клиентов У нас Уседует С той стороны Кассы Покажите Пожалуйста Да Пойдемте Вот смотрите Здесь указана Стоимость Парковки Штраф Вот Например Золотили парковочного Талона Как будет Так Это у вас ООО Гранд Палас Да Вот оно Там находится Платная Охраняемая Постоянка А Вот Какой-то Сертифик Здесь Ни одного Документа Товарищ Полицейский Нету Пока Ознакомливаюсь Да Да Согласен А обратите Внимание Пожалуйста Вот сюда Услуги Какие-то Они оказывают Уже Нет Сервисов Нет Ну Сейчас Участков Разберется Мы им Показали И тут Только Их документы Которые Они В общем-то Распечатали И все Я так Немножко Ну да Стоимость А чем-то Вот у вас Регламентировано Конкретно Вот у вас написано Преиспурант Стоимость За час И за стоянку Я так понимаю Чем-то это Регламентировано Кроме вот Ваших Поспечатанных Прокументов Ну вообще Вся документация Находится В администрации На этом Даже Кран-паласе Кран-паласе Ну вот Такого комплекса Кран-паласе А вы связывались со своим руководством Чтобы они Доставили Какие-нибудь документы По вашей парковке Кроме Ну я не знаю Так я точно Обожаю документацию Понял Там должно быть Это Свидеться о регистрации Копии Постановки На налоговый учет Слушайте Я не знаю Это надо узнавать Ну это надо у юриста Или в администрацию Да Ну я вам сказал Я бы попросил администрацию знать Вы как бы Отказали мне в этом В настоящий момент Вот Жалоб Видите Мажданина Или можно Вы свяжитесь Пока хотя бы Да Нужно чтобы документы Поместили сюда В уголок потребителя Соответствующие Часы работы Если есть Можно пожалуйста А извините Я перебиваю вас Извините Сообщите пожалуйста Что нужно Документы А вот администрация Подтверждающая Что данный участок Занят вами На закон Да Основание И Копию Вот как вы сказали Свидетельство О регистрации И постановке На налоговый И Получается Наверное План схемы Наверное Да Обязательно Договор аренды Если есть Позвольте пожалуйста Пока Часанас Да Кого-то вызвать Вызовите Да Лишнее не будет Как минимум Но вообще Я имею ввиду Что у вас должно быть Это здесь Хорошо Свидетельство Пока Просто я не знаю Что потребитель Мог любой Ознакомиться с этим Потому что Как проверить Законность Зима Не услуг Пока я Хорошо Я между прочим То же самое Просил Он не отреагировал То же самое Один к одному Я говорю Давайте полицию Не вызывать Просто покажите документы Я потребитель Имею право Знакомиться Нет Говорит Мы ничего вам Показывать не будем Все Хорошо Так Смотрите В настоящий момент Ну Косвенно конечно Но пока есть Документация Вот это Она конечно Не является основанием Законом Но она косвенно Подтверждает Что их законное Расположение здесь Но Опять же Здесь вы сами Указали Что здесь Написано Услуги шиномонтажа Да То есть Как-то Несоответственно Не происходит Здесь мы Этого не наблюдаем Но конкретно Расположение Косвенно Какое-то Подтверждение Ну косвенно Постановка Учет На самом деле Вся документация Есть Администрация района Есть Ну у вас Района У вас еще Здесь Должна быть Тоже Открытый Гранд-палас И у ЮНУС Наконец Все документы Гранд-палас Да Вот это Как бы Целое Ну смотрите Честно сказать Не знаю Всех Нюансов Да Как Где Что должно Быть Расположено То ли там То ли здесь Вы понимаете Должно быть Здесь Здесь услуги Оказываются Мужчина Мы не с вами Разговариваем А я заявитель Мало ли С кем Вы разговариваете Я заявитель Я попросил Проверить Эту парковку И будете Со мной Разговаривать Да А то он Глянь какой Орел А что мы хамим Орел от хамства Что ли Орел от хамства Да В данном контексте Да Ну как хотите Читайте А у вас не хамства Спиной отворачиваться К человеку Я не хочу С тобой А с тобой Это не хамства Хорошо Начни с себя С себя начну Сначала Подождите Смотрите В настоящий момент Просто Я не могу Конкретно На всю Вот эту вот Ситуацию Сейчас уделять Сколько времени Я могу принять У вас заявление И в дальнейшем Местный участковый Будет рассматривать Вот это все Получает документацию И в случае Если здесь Выявляется нарушение Да Он должен будет Принять соответствующие меры Соответственно Конечно Товарищ полицейский Не так Я сейчас хочу Воспользоваться услугами Прямо сейчас И не могу им воспользоваться Потому что считаю Что на данный момент Они незаконны Поэтому я не могу Воспользоваться А я хочу Ограничение есть Вы можете Пожалуйста В Роспотребнодзор Не подождите Как ограничение В движении есть Я не могу сюда заехать Вот прошу вас Соблюсти мои права Вы можете заехать С помощью Использования услуг данных А они Не подтверждены И то что они законны Они не подтверждены Кому я буду платить За что Я объясню В настоящий момент Нет возможности Установить полное обстоятельство Для этого нужно Разбирательство И возможно возбуждение Административного производства Это длится Понимаете Не в течение 15-30 минут Я понял Я воспользуюсь Я воспользуюсь О чем вы говорите А можно же потребовать Проверить документы В данный момент То есть Попросить В чем проблема У вас Да У них должны Они быть здесь Документы В данный момент Поэтому они Должны созвониться Да Они должны созвониться С кем-то Если у них где-то там хранятся Пусть принесут документы По требованию По вашему Покажут Потому что Права людей нарушаются Мои права нарушаются Я не могу сюда заехать А вдруг это бесплатная парковка Согласен С вами Тогда пусть открывает шлагбаум И пропускает всех бесплатно До момента предоставления документов Да Или так До момента Вот насчет этого Не могу требовать Да Вот по поводу Открытия Закрытия шлагбаум Но то что Должны привести Принести Всю документацию Да Но опять же Для выполнения Каких-либо Моих требований Дальнейшую же Да Дальнейшую же Вы будете проверять Пусть просто покажут сначала Должно быть Должно быть Предоставлено время Да Согласен За минуту Пойти Так у них должны Они здесь храниться Ну как Это нарушение законодательства Нарушение значит Значит это Надо составлять Значит материал Роспотребнодзор будет Не Ограничение передвижения Тогда есть Слушайте Я же говорю В настоящий момент Все обстоятельства Одною невозможно Вот установить Ну понятно Я конкретно Что имею с теми И ладно А можно потребовать Чтобы они их принесли Вот Смогут они Сейчас Сейчас они сделают Но время на выполнение Это должно выдастся Я не знаю Сколько Конечно Какой-то промежуток Не замедлительно Должны это сделать Не обязательно Точно Точно Не обязательно А если я сейчас Возьму машину Получается Тогда нарушаются Права людей Они же получается Незаконные действия Уже есть Вы сможете Обратиться Но при этом Вы обеспечиваете Подождите А препятствия движения Тогда есть 12-33 Я насколько Имею возможность Я обеспечиваю Ну то есть Я сейчас На машине подъеду Товарищ полицей Тогда 12-33 Надо возбуждать Я извиняюсь Но вы просто Много лист Сразу ко мне Одновременно Он просто Правильные вещи Говорит Я же не отрицаю Если они Мне запрещают Пусть покажут Мне бумагу Почему я не могу Сюда заехать Если они Бумагу не показывают Пускай открывают Штатан Я заезжаю По данному поводу Говорю Я не могу Требовать По открытию Можете Можете Если нет документов Имеете право Потребовать Открыть У вас даже Выши Потому что Вы потребитель А не лица Оказывающие Вам Все правильно Вы имеете Право Потребовать Это законно Требует Не ограничить Проезд По территории Российской Федерации Потому что Документов нет Я вас понял А если ограничиться Это 12.33 Надо возбуждать За данное Если выявляется Нарушение Оно должно Быть рассмотрено И привлечено К ответственности Несу должно быть Но в настоящий момент У меня нет возможности Выделить только время И так как это займет Хорошо Давайте вызовем Того полицейства Который сможет Это сделать Потому что Смотрите Я же не могу Сейчас проехать Бесплатно Я не могу Бесплатно Я вас понял Бесплатно Я тоже не могу платить Потому что Я не уверен В законности Оказания услуг Зачем я буду Самомышленно Нарушать свои же права Ну согласен Ну вы можете Так вы гарант Вы полицейский Это кто? Гарант Гарант Соблюдение Уполномоченной Президентом Да Орган Орган И Орган И в данном случае Долженство Лицо Которое Должно Обеспечить Соблюдение Прав Человека Правильно? И законность Вот и все Вот я прошу У вас Это сделать А я вам отвечаю Что в настоящий момент У меня нет возможности То есть нет возможности Потребовать документы Я требую Так они могут Принести Вот давайте Все сделаем Да Я извиняюсь Вы по должности Замганного администратора Вы администратора Гранд-паласа Смотрите Вот присутствует Граждан Заявитель Прошу вас Пребую Чтобы на объекте Где предоставляются услуги Вы находились Находилась документация Установлены Так Черепопия Заверена Да Да конечно Оригинал Не обязательно Чтобы находилась Здесь на объекте Потому что здесь Предоставляются услуги И каждый посетитель Потребитель Этого Парковки Этой Имеет право Ознакомиться И вот видите Граждане Говорят что нарушается И так действительно Но они не представили просто Мне Я попросил Без полиции И нужно соответственно Устранить Вам Я Сколько требуется Времени просто Просить Сколько времени Нет просто Сколько требуется Вам нужно Устранить Даже незамедлительно То есть сегодня Они сделают это В течение Вот гражданин Если это закон Они сюда Представят документации Вам соответственно Копи Я думаю Вы должны Как-то с ним Обменяться В контакт Чтобы они Вам показали Если есть Смотрите Мы сейчас В настоящий момент Есть Всю информацию Данную Я же фиксирую Контактные данные Замеситель Глава администрации Соответственно Естественно Захраню Запишу И все Это отражу Справки по заявке И участвов проверят Уже в дальнейшем Ну все Пойдет Хотел уточнить У вас От вас поступит Заявление или нет Заявление на то Чтобы проверить Да На проверку Если вы хотите Вы можете Отсутствие Мы документы Давайте Давайте Да Заявление Да Я естественно Можете принять Протоколом Принятие Устанного заявления Спасибо Только единственное А вы Четко обозначили Какие документы А то он может не понял До сих пор Я же сообщал Для вас То есть я так понял Он должен схему с договором Да Если есть Если это в аренде Или в собственности Соответствующий Кадастроплан Чтобы это было Да Со схемой расположения Парковки Заверены И уголок потребителя Оформить до конца То есть Жалоб предложений Отсутствие Да Книга жалоб предложений И Я к сожалению Всех не очень Ну там 9 статья Закон о защите Они знают У них есть юристы Они должны прочитать О защите потребителей Закон Уголок потребителя Персональные данные Согласен Абсолютно правильно Имеете право отходить Не будем даже фиксировать Да Все правильно Сразу предоставили Вопрос нет А есть у них чеки А чеки можете показать Какие вы даете Хоть образец Слушайте Сейчас прошу Да Как потребитель Хотел узнать Да все Вопрос нет Ну Предоставить Проблем нет никаких А что там сотрудник А Олег туда пошел Или кто Фиксировать А Олег наверное фиксировать Потому что это не документ Это бред А вот Вот копия Ага Все Подойдет Вот QR коды Да конечно подойдет Ну просто Фиксировать что есть А ну все Чек есть Все нормально Все Спасибо Ага С левой стороны Да там Все там Все там Все Закон пальцем Все Ну просто должны документ Мы не желаем вам зла Поверьте Мы вы как то агрессивно Вот смотрите Он агрессивно настроен Мы зла не желаем Мы хотим просто чтобы законно Все было и все Он не понял нас Возможно Чтобы потребители могли посмотреть И все И вопрос не задавать Я не обязан вас понимать Как Вы оказываете услуги Как не обязаны Я сами свяжу То есть как люди Которым оказываются услуги Он говорит Не обязан понимать Это как Понятно Можете написать Жалобу Да это понятно Роспотребнадзор Да Это понятно Ладно Я попрошу тогда вас Проверить законность Потому что видите Он как Не представляет Никакие документы И нет на месте Вы сами убедились С гражданином С мужчиной Поговорил Да И как бы При вас Все ему Ну да Он вроде бы В течение Не обещал Устроить Я извиняюсь В торпях И ручку Ручки Ни у кого нет Ребят Сейчас Напишу Проверить Законности Если законно Привлечь По 12.33 Надо Потому что Флагбаумы стоят Согласен